Отвратительно оцениваю, нарушаются мои права, это мое здоровье, это глупость. Женщину с бородой показывают на весь мир в прайм-тайм, а у нас стыдливо какими-то занавесками завешивают сигареты. Мир сошел с ума. Я ни кого не агитирую за курение, но я хочу сказать такой случай в своей жизни. Я был приглашен к Гордону на его шоу, к Александру Гордону. Тоже не знаю, можно говорить об этом, нельзя, а у вас что-то там. И так получилось, что я сидел рядом с профессором из онкологического центра, с Каширки. У дядечки два ордена заслуг перед Отечеством. Я ему задал вопрос, вы знаете, я говорю, вот у меня дед умер 87 лет, курил по две пачки в день, 87 лет. Курил две пачки в день, от старости умер. Дядька не курил вообще, умер от рака легких в 62 года. Знаете, что он мне ответил, профессор Светила? Он мне сказал, что, вы знаете, ни в одном труде серьезного врача, ни в одном, нигде в мире вы не найдете категорического утверждения, что табачный дым вреден, как для курящего, так и для пассивного курильщика. То, что идет компания, это прекрасно, это хорошо, но, допустим, у каждой медали две стороны. Допустим, в Америке североамериканские индейцы лечат некоторые виды астмы с помощью табака и некоторые виды туберкулеза. Это он мне сказал. Я категорически против вот этого дурацкого закона абсолютно, потому что можно сделать зал для курящих, зал для не курящих. Можно как-то, понимаете, почему электронную сигарету нельзя курить в самолете? Ну ладно, нельзя курить, хотя я жил в те времена, когда курили, он не мешал ничего. Вот в пепельнице были в подлокотниках, в самолете. Это истерия, это, знаете, это как птичий гриб, все скупили повязки. Кто-то пролоббировал сейчас, вот, не знаю, гантели, вот, все давайте заниматься спортом, вставайте на лыжи. В этом ничего плохого нет, ну без фанатизма, понимаете? А я хочу курить, это мое личное дело. Вот и все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.